я продублировал чанг в котором работал метод extend и применил метод append визуально выдачи почти не различается начало списка конец списка после использования экспенд начало списка после использования аппен самые наблюдательные из вас видят что здесь две открывающие квадратные скобки в конце две закрывающие чтобы удостовериться посмотрю длину списка после аппенд 2 получился список из двух элементов в каждом из этих элементов свои длинные списки конечно такая структура мне нужна поэтому я еще раз при запущу чанг с эксперт теперь длина списка 1638 много каналов и уже хочется подать этот список внутрь запроса чтобы пройти по всем каналам но что-то меня останавливает что же сомнения а нет ли здесь дубликат проверю избавлюсь поскольку сейчас работаю со списком избавиться дубликатов чуть сложнее чем избавлялся от дубликатов случае таблиц тата фрейма я мог бы конечно перевести список тата фрейм и применить job duplicates но не буду пойду другим путем в этом чанке 94 я произведу на первый взгляд странную процедуру список подам внутрь метода from keys то есть заберу элементы списка как ключи для словаря нового а потом этот словарь снова превращу список это может выглядеть не очень убедительно но это работает 1034 сработало это за счет того что словаре ключи не должны дублироваться поэтому все дубликаты были отсеяны есть альтернативный путь я назвал чем 95 лучше 94 со звездочкой использовать команду set она дает такой же результат но команда set может поменять порядок элементов списка а вариант со словарем его ключами сохранить порядок тот же который был в исходном списке эти 1034 айди теперь могу поместить запрос тот же самый запрос который рассмотрел в прошлом видео и который у меня остался в чанке 6 запрос где был айди одного канала теперь у меня 1034 айди если запущу этот запросом со всеми 1034 айди запрос не сработает запрос обрабатывать за один раз максимум 50 айди поэтому я индексирую список как обычно индексирование происходит квадратных скобках индексирую от 0 до 50 можно записать так это будет то же самое не запишу полную записью запускаем таблица с первыми 50 каналам все работает осталось пройти по всем остальным порциям 50 каналов это я сделаю при помощи цикла использую цикл форум хотя при желании можно было бы его айл но я думаю вам будет интересно поскольку здесь есть некоторые особенности по сравнению с прошлыми применениями цикла фор ай счетчик счетчик в диапазоне и здесь в этом диапазоне три аргумента первый начать с 50 логично я уже первые 50 1 50 айди обработал не хочу тратить лишние квоты второй аргумент верхняя граница не включая есть вообще верхняя граница эта длина списка последним должен пройти айди номер 1033 если длина списка 1034 значит номера от 0 до 1033 но поскольку range устроен так что верхняя граница не включается добавляю еще единичку чтобы включилась верхняя граница и третий аргумент шаг шаг изменения счетчика он будет меняться не на единицу как было бы если здесь не было бы шага он будет меняться на 50 тот же самый запрос но индексирую я список теперь при помощи счетчика а каждой итерации здесь будет некоторое число вместо и и ой допустим на первой итерации из будет 50 и 50 из 50 100 то есть элементы списка вот 50 до 100 2 2 итерации от 100 до 150 так далее и визуализация чтобы видеть на какой итерации я нахожусь пока идет цикл и уже знакомая вам конструкция с добавлением новых частей таблицу запускаем ну может быть не очень удобно то что итерации номер 50 100 150 но это вполне читаемые визуализации ну и видно насколько я уже близок завершению завершение 2000 сколько 1034 входит в диапазон 1000-1050 последний интересный элемент в этом скрипте указание адреса по которому я хочу записать свой файл и не хочу теперь записывать в ту же директорию который находится мой скрипт я создал внутри папки раздельный сбор папку каналы раздельный сбор создал проводники хотя при помощи специального пакета по с мог бы создать через скрипт пайтону но создала создал в эту папку должен будет сохраниться файл вот путь этот путь я скопировал из проводника и вставил в объект под ставил в виде текста причем поскольку в записи пути используются слэши а слыша одновременно очень много для чего используется в пайтоне то я указываю перед текстовым объектом букву а с этим объектом я буду работать при помощи регулярных выражений здесь очень простая будет задачи хотя не очевидным образом решенную так вот регулярные выражения позволяют работать с текстовыми объектами находить в них что-то по некоторому шаблону и много чего другого но в данном случае мне нужно для текстового объекта ре регулярных экспресса и шиповывается запускаю если у вас на компьютере не установлены регулярные выражения то есть следует установить тем же путем который был представлен в первом видео подсказка будет сверху справа так вот записал меня в объект под текстовый объект что есть не делаю во второй строчке я меняю одинарный слышно двойной причем через метод replace казалось бы да replace мест который применяется к текстовым объектом поменять один слышь а два слышь чего проще а нет поскольку слышь работа как специальный символ не поменяется поэтому регулярные выражения о регулярных выражениях вот я к нему прощаюсь есть метод сам для замены как раз с пользоваться метод сам у него такая запись сначала что он ищется в тексте потом на что меняется и и потом где этот текст находится в данном случае текст хотя не обязательно текст regular expressions работать не только с текстом как ни странно вот такая запись где оказалось бы то что находится и на что меняется записано одинаково так вот как ни странно это приведет к замене одного слышим на два слышим это странность опять же связано с тем что слэш используется как специальный символ очень такой специальный символ потом я выведу этот по как он будет выглядеть после замены слышим но и здесь же произвожу уже привычные вам действия меняю индексы таблицы чтобы они были на бытовом уровне лучше воспринимаем от 1 до конца удаляю дубликаты если есть хотя их не должно быть и отправляю в excel вот собственно для чего мне нужен был по для excel я не просто указываю название файл а как раньше я это делал а теперь я его указываю с путем в пути в переменной под как раз и записан тот путь который я взял из проводника но с двойными слэшами акта почему нужно двойные слэш и потому что поэтому работает с адресами через двойные слэш они через одинарные и вот конструкции с буквой f который позволяет делать переменные вставки здесь появится под и закончится он именем файлах смотрим как это выглядит вот по весь везде вместо один на одинарных слышит двойные слышь это сам по себе путь к этому пути здесь добавится имя файла и все это я могу посмотреть в директории которую я отправил да это свежий файл открываем его красота 1032 канала все-таки два куда-то потеряюсь удивительно ну ладно очень много чего здесь есть про канала все что я обещал когда показывал страницу с аргументами для метода channels все здесь есть вот раздел со статистикой количество просмотров количество подписчиков количество видео вроде сейчас фильтр посмотрю какой канал имеет больше всего просмотров для этого мне надо все эти числа представить экселю как число не кстати это тоже число число видео поэтому тоже превращает число получение вниз вот канал которого больше всего просмотров почему так заметно больше чем других что уже это за канал оставлю только его россии 24 не интересно смотрю другие характеристики где же больше всего подписчиков уже там же 5 миллионов с лишним до россии 24 там же наверное больше всего видео он нет это какой-то казахский канал видимо тоже новостной он превзошел россии 24 представляете по числу видео хабар 24 вот этот канал зашел на ютюбе нашел по кастомизированному юрал очень много вот так россии 24 догоняй возвращаясь в аксельский файл что можно сделать еще с этими характеристиками во первых можно попробовать найти зацепки для продолжения поиска если предположить что этот канал хабар 24 он прямо очень релевантен хотя это не так но допустим оставлю его в качестве примера можно посмотреть на плейлист этого канала который содержит лайкнутый его редакции видео плейлист этого канала с предпочтениями со стороны редакции канала если считать что этот канал его редакции релевантны моей теме то в плейлисте могут быть видео с других каналов которые тоже релевантны моей теме вот айди этого плейлиста если опять же предположить что это канал релевантен моей теме то может оказаться что и топик айди этого канала релевантен и по нему можно попробовать найти при помощи специальных методов которые есть на странице для разработчиков найти другие каналы и видео категории этого канала со сайте общество по этим категориям тоже имеет смысл иногда сегментировать каналы чтобы понять в какой категории следует искать более релевантные каналы и видео у каналов есть количественные характеристики которые я в этом видео уже затрагиваю количество просмотров количество подписчиков к сожалению количество комментариев с некоторого времени не отображается но в любом случае при помощи метода факторизации можно попробовать свести две переменные количество просмотров и количество подписчиков в одну интегральную переменную которая будет характеризовать популярность канала можно нормировать популярность на количество видео кроме того канала есть текстовые характеристики это само название описание и теги теги тоже можно использовать для поиска на ютюбе аналогичных каналов и видео кроме того теги описания можно использовать для текст майнинга в частности для автоматизированного поиска каналов с примерно похожими описаниями из примерно похожими тегами это позволит сгруппировать каналы у меня ты еще с лишним канал держи не могу каждый из них описывать и могу сгруппировать каналы и дать описание каждой группе следующем видео перейду к видео то есть к методу видео для того чтобы собрать подробные характеристики видео на основе имеющихся заготовок